Неницкая свадьба. Такая тема выбрана для отчетного театрализованного концерта Народного Неницкого ансамбля песней и танцевая. Постановка рассказывает о всех тонкостях и особенностях сватовства в Неницкой тундре. Как и во многих традиционных культурах, этот процесс – дело не одного дня, а целая череда встреч и событий. Когда возвращаются птицы, это повесть о Неницкой свадьбе. 18 номеров сменяют друг друга незаметно, перетекая из одного в другой. Со сцены актеры рассказывают историю молодой девушки Саване и ее возлюбленного Мэйо. Как это часто бывает, свататься к ней приехали сразу два жениха. По неницким обычаям, к себе в чум, ее увезет самый сильный и ловкий. Особенность этого концерта в том, что мы связали со старшим поколением, с корнями. Коллектив-то Неницкий, и там практически все ребята ненцы, все. В постановке участвовали дети, взрослые и старики. Все, как в Неницком стойбище, где разные поколения жили неразрывно друг от друга. Иван Ваучейский выступал в Хаяре в далеком 63-м и на протяжении 4-х лет радовал зрителей своими выступлениями. На роль отца богатого, но нелюбимого Саване жениха его пригласили. Раздумывать не стал, ведь силы для сцены еще сохранились. Сейчас просто представлю возможность, невозможность попросили. И поэтому я решил снова, как говорится, и свои эти показатели прочь. Все пока душа поет. В написании сценария участвовали старейшины, чтобы картина на сцене получилась максимально достоверной. Например, когда парень едет свататься к девушке, он привозит с собой крюк для очага, на который подвешивают котел. После всех испытаний претендент в женихи должен закинуть в чум отрез ткани или сукна. Только после этого родители могут запустить новоиспеченного жениха в чум. Он садится рядом с невестой на ее подол. Этот жест свидетельствует о том, что девушка уже занята. У них свои какие-то традиции, свои символы. Поэтому мы собрались, поговорили с ними, они нам все объяснили. Потом спросили у них, как лучше составить такую интересную историю. Они нам сказали, по каким канонам можно работать. Мы сели и рабочей группой составили некую историю интересную. Чтобы свадебный процесс был максимально понятен зрителю, в постановку включили рассказчицу. Матрёна Талеева в роли женщины-старожила на протяжении всего действия, сопровождала героев и переживала вместе с ними. А история, как и положено в сказках, завершилась свадьбой двух влюбленных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!